Ну, привет, привет, интернет. По названию видео понятно к чему я завел эту тему. У нас было два пакетика пранков, 75 ампул орбиза, 5 пакетиков челленджа и презреватив на голову, наполовину разогретый шар и целое море разноцветных лайфхаков и педиков, который снимает видео, пережил 24 часа в каком-то месте. Боже мой, не зря все снимают видео на тему того, что YouTube умер, ведь это действительно так, потому что если посмотреть на каналы-миллионники, там просто творится какой-то ад. Парни уже тупо не знают, что сделать, чтобы хоть как-то хайпануть. Один вызывает всех подряд на батл, другой говорит, что удалит каналы, может уже удалил, если соберет 50 миллионов подписчиков. Юзя, Юзя, который три года просто делал ничего, вдруг сделал новый канал и начал все с нуля. Конец 2016 года какой-то безумный. Вокруг одна фиромирщина и педики, которые снимают, как они посылают друг друга в коробки или пережили ночь на складе магазина своего бати, ну или просто их батя запер в чулане. Нет, я не спорю, может среди всех челов, которые снимают эти видосы, есть действительно те, кто это делают за правду. Ну то есть без подстав, идут куда-то, прячутся в посерьезки и сидят потом в магазине до утра. Но в большинстве случаев это просто выглядит, как пару пацанов скинулись на бутылку охраннику, тот их впустил на ночь в магазин и все. Все. И может это не так, но все видео чисто построено по одному шаблону. Каждое видео, вот вообще все. Мы пришли, ищем место, ждем, прячемся, снова ждем, ходим по магазину. О нет, это охранник, плюс эти эмоции, о май гад. Он насловит, или мы убегаем, или он насловил, и мы такие быстрые и шустрые, что за нами даже никто не гнался, и мы просто вышли на улицу, бам! О нет, это мой друг ласкает мой анус, бам! Даже если учесть тот факт, что допустим, я знаю, что это бред, но допустим, что это все за правду. Но по сути это ничего не меняет, это все та же банда ебланов, которые снимают видео, как они сидят в магазине. В магазине, Карл, ну камон, там столько же экшена, сколько было у меня на 24-часовом стриме по ХСу. Погодите-ка, я ж могу сказать, что я пережил 24 часа в таверне Хардстоуна, ебать! Так отвечали все, кому задавали вопрос, что со мной делать в ХС. И было бы пофиг, и надо понимать, что я далеко не моралфак, но эти индивиды же учат школоту, вот этой херней. Я могу поспорить на миллион, на миллион банок со шпротами, а это самое дорогое для меня, так как я с Латвией, что школьники насмотрятся вот этих видосов, и пойдут повторять за этими позыками. И потом, одного из них придавят между стеллажей, или их поймает охранник-педофил, и запрет их у себя в подсобке, куда будет периодически заходить, даже не один, а с друзьями. И один из друзей будет батей школьника, который закрывал его в чулане. Вот это поворот! Ну вы поняли, я думаю, я могу писать сценарий для фильмов, но об этом в другом видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, поделитесь своими мыслями на эту тему, и если комментик будет интересен, мы рассмотрим его в следующем видео, а также задавайте вопросы, и на интересные я отвечу в next видосе. Всем удачи, всем пока, не забываем подписываться и клик на колокольчик. Bye! Прям как ликей. Bye! Еблан, блин. Пойду что ли, пошлю себя по почте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok